Второй день нашего путешествия по Алтаю начался с необычного и удивительного места. Называется оно «Урочище Колбакташ» – знаменитый археологический комплекс в горном Алтае. Здесь на скалах ученые нашли около 3000 изображений, сделанных в период с 6000 до 700 лет до н.э. Колбакташ называют святилищем и местом силы, а еще сокровищницей для историков. Просто в голове не укладывается, что этим рисункам на скалах порядка 8000 лет. Музей под открытым небом. Если это выбивали это самое, то вот такое вот здание, или же это ракета? Вот, смотрите, вот так. Это же не может быть так. Раз, два, три ракета. Вот еще, смотрите. Так, я говорю, да-да-да, вот я вижу. Видите, на этом узале, о чем-то же он был. Вот полоски вот как бы в сторону идут. Что вот это? Ну ровно, это как по камню можно это сделать. Рядочком тоже вот кони, или что это вот вверху тоже? Да. Вот-вот-вот. Да-да-да, я вижу. Ну и все. Такую фантазию иметь. А там птица, да? Вот как они могли не патазировать? С головой грифона, что ли, или птица что-то? Вот олень. Так. Птица сидит такая. Так. Нет, конечно. Вот олень. Или морал. Да. Вот. Ну это как это? И чем это можно было нарисовать так? Сейчас бегут. Олень однозначно. Да. Олень второй. О, точно. И небольшое еще, похоже что-то типа на ящерицу, но почему-то хвост выдвинутый и раздаренный. А может это рыба? Это рыба. Может быть рыба. Рыба-рыба. Может быть рыба, то есть люди действительно просто в свободное время, когда они были сыпы. А вот тут точно ракета летит, и у нее вот это сопло-то горит. Или как это там зовут? Что удивительно, что кроме символических рисунков животных и людей, на многих рисунках изображены объекты по форме, напоминающие современные космические корабли, с капсулой, прикрепленной к корпусу вверху и большими языками пламени внизу. Вот невольно задумывался о том, что наши далекие предки были частыми свидетелями, ну, чего-то необычного, но, например, космических полетов. Здесь получается что-то типа... Ну, это ракета. Но самое интересное, это руки или что вот это вот идет? Да, типа одежда шамана, но почему-то голова маленькая. Наскальные рисунки. Ну, это фантастика какая-то просто. Да, вот олень. И вот человек просто четко видно. И вот тут еще два оленя, другой гравировки сделаны. Ага, вот человек. Бьются за женщину. А это маленький, маленький. Мама с маленьким. Ага. А вот эти дружбы у них там, видите, или тоже битва, тут тень падает. Смотрите, носорог. По нескольким источникам здесь водился шерстистый носорог. Так, слушай, а ну пальцем еще покажи, чтобы вот видно было, да? Так. Точно. А здесь вот прям резали. Вот волк. Волк. Где-то человек с луком должен быть. А, это просто волки, охота волков. Это в пришите, видимо, большая или пума, или волк. Это волки. Волк, и он бежит вот за оленем. Видите? А этот прям вцепился. Ну да. Вот этот догоняет, эти загоняют. Сейчас мы подходим к сильнейшему месту этого блочища. Сильнейшее место сейчас будет. Матерически. Это можно втекрессировать? Конечно. Это можно зайти? Так оно. Да, можно. Вот. Вот, смотрите. Видите, какие головы. Да. Так вот, как-то... Как-то... Это инопланетяние. Да. И сверху, то ли злой дух, то ли крокодил, то ли что вот это такое. С косой, с длинностью какой-то болтается. Это, слушай, это крокодил что-то, да? Да. Или, может быть, в этих пониманиях, злой дух, который на них спускает. Да, не тает. Вот. И вот такие же люди. Смотрите, какими-то головами. С маленькими, да? Вытянутыми. У них головы, видите, какие-то... Да, да, да. Как это инопланетяние. Вот, вот. И щит, посмотри на груди, вот мне это интересно, да? Вот защита, как, скажи, вот, броня. Но голова тоже как бы грифона или что-то, вот непонятно. Как у всех грифонов. Да. Вот, и все они одинаковые. Смотрите. Ну да. То ли с хвостами они, то ли у них в руках что-то вот так. Похоже хвосты. Ну, что-то на хвост больше похоже. Вот. Потому что у всех с одной положения руки. А сзади? А там уж набедренная повязка? А вот, смотрите. Круди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять в нем. В нем десять, то есть это самка. Маленький. А-а-а, детеныши, да? Мереми. Мереми. И вот там тоже есть. Видите, еще один. Опять с таким же хвостом. Угу. Ну, это точно не наше. А вот же колесница опять вот эта, которую мы там видели. Так. Еще раз колесницу. Так, ближе подойди. Так, сейчас, сейчас, секунду подойду. Поехаю. Вот. Ну, а сцена охоты опять. Какой-то за... Да, 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 вот рога такие вот, видишь, как бы ветвистые. Тоже, вот тот же самый козел, да, вот изображен. Как усердно. А вот это собака. Или волк. Слушай, ну, это, да, вот косуля, да, или в смысле что-то тоже... Опять человек, опять, и почему-то опять с хвостом. Вот смотрите, они с хвостом, эти люди. Ну, да. И лицо туда-сюда. Либо это какая-то маска одетая на нем была, да? Это инопланетяне. Ну, смотрите, инопланетяне, вон, кучей, хвостами. Видите, у них хвосты у всех. Да, и здесь, считай, на груди, именно ведь грудь-то оставили, да? Ну, это защита какая-то. Все-таки, как бы, идет инопланетяне, да? Слушай, там интересно, даже вот или цветок, или что-то. Это как собака, или что, да? Да. Слушай, даже или цветок, или вот что-то растение, какой-то, да? Вот это тоже похоже какой-то буйвол. Вот, вообще-то четко. Это уже буйвол, не морал, не олень. Это буйвол. Мужчина, видите, мужчина. Ага. И, опять же, вот человек, опять же, вот человек. Видите, ноги, руки. Тоже вот. Я так думаю, что здесь тоже были определенные рисунки, но со временем просто откинулось. Оно получается, как бы, да, как вандалы. Вторичный слой. Вандал снял, что-то не домой у него. Ну, вандал. В этом комплексе рисунков, вот это место, самое сильное. Похоже, это самый жертвенник из этой жены. Какие-то неизвестные люди, неизвестные люди, и неизвестное животное на них спускается. Видите, а на хвосте, на хвосте у него, там, типа, крокодил, не крокодил, злой дух, видите, с когтями, с зубами, с ушами. Кого что зацепило, да? Человекоподобные какие-то существа. Вот смотри, вот я говорю, вот то, что для меня было, да, вот идентично. Вот человек, и, как ты сказал правильно, голова, она четко выполнена ровным, как бы полумесяцем или шлем. Видишь? Для разведения здесь на планете. И щит. И такой же точно, вот, аналог идет, маленький. Слышишь, может, это не хвост, если это, будем считать, если на планете они, возможно, это, знаешь, как бы изображено, как вот этот шланг к этому, знаешь, как они привязаны к к этому, не может же быть, нет? Вот, потому что... Смотрите, вот видите, вот у каждого, у каждого, это не беспривязки, беспривязки. А вот человек стоит. Но это не животное, это человек. Вот видите, стоит у него вот. Между ног. Между ног, он так стоит, вот так, у него между ног. Так, еще раз, покажи. Да, вижу, 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 вижу. Вижу, вижу. Да. А вот стоит человек, уже с каким-то орудием труда, видите? С палкой. Уже у него тут в руках какое-то орудие. Все, что смогли просто человеку доверить. Видите, прям цепь животных. Да, 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 как бы вот они по тропе идут, да. И вот они настолько, как под копирку сделаны, да? Вот здесь просто калаш. А вот эта сцена просто эротическая. Его глядеть, не глядеть. Ой, очень хочу посмотреть эротическую сцену. Смотрите. Видите, мужчина, это женщина лежит. Так, сейчас. Куда ей с ней? Ну, это да, это точно эротическая сцена. Тут уже... Камасута. Камасута. Сюда не вариант. Слушай, ну, изображали же, понимаешь, что вот... И вот на одном, говорю, это просто как бы идет калашем. И тот же самый хвост. Абсолютно. Человек мужского вида. Да. Состоит с посохом. Видите, с посохом. Голова тоже идет. Голова тоже. Видите, какая? Да. Вот. Вот человек согнутые у него ноги. И вот его тоже. Видите, ноги согнутые? Да. И рядом. Вот проверить тоже. Да, тоже человек. И у всех, смотрите, хвосты. Хвосты. Хвостатые люди. Ну, это понятно, что это не животное. Потому что это... Видите, посох. Да. Посох в руке, посох у человека. Вот он. То ли магический жезл, то ли посох на что... Или некое орудие. Да, да. Скажи, вот это же тоже вот изображено, вот это тоже как бы... Какой-то вот руны или что-то вот тоже изображено, да? А вот это, я так понимаю, вот это вот животное, они над ним какие-то эксперименты проводят. Видите? Наш мудрый экскурсовод, чтобы все-таки извлечь нас с этого какого-то сакрального места. Потому что здесь просто зависаешь и теряешь чувство времени. Просто... Наверное, энергия сейчас... Да, ты просто теряешь чувство времени. Отсюда выходить вообще не хочется уходить. Поэтому наш замечательный Юрий приберег в самом низу, в самом низу, еще какую-то очень интересную вещь, для того, чтобы нас отсюда как-то выцарапать. Потому что я так понимаю, что мы бы здесь... Еще ходили. Мы бы здесь ходили, да, до вечера, и мы бы отказались. И... Да, да. И помимо того, что... То, что оворожено, понаходили рисунки, которые не огороженные. Здесь можно самим что-то найти. Да. Твоя находка. Которая поддержки тех, кто поднимается в горы и тех, кто спускается с горы. Томочка, для тебя снимаю. Вот еще раз не помню, как эти цветочки называются для букетов. Ты посмотри, здесь везде они. Это просто такой цвет. А вообще они такие сине-фиолетовые. Такие красивые. Томусь для тебя. Ну и для всех, конечно. Подходим все-таки. Вот она. Вот она, колючая крапива, которая говорила Наташа. Я ее укололась. Вот, смотрите. Видите, вот надписи. Вот надписи идет. Да. Вот это вот, готические руны. Они расшифрованы. Так. Вот это доказывает то, что здесь были готы. Готы это, ну, немцы. Аттила. Во времена Аттилы, когда Аттила завоеватель ходил, и вот это его воины оставили. Ничего себе. Уже доказано, уже доказано, что он был в Казахстане. В Казахстане. А в Казахстане здесь, вот здесь буквально, понимаете, могли некоторый след сбоку. Ну, опять же, нанесение надписи. Надписи. Техника такая же. Техника практически такая. Совершенно верно. Но здесь глубокие. Посмотри, какие глубокие. Вот эти штуки, они глубокие. Ну, уже... Так, вопрос не в это. Вот это вот. А, вот, да. Вот это вот. Вот надписи. Ну, как надписи. Руны? Луны. Это руны. Руны. То есть, это доказывает, что Аттила здесь был, ну, его отряда. Не он сам лично, но... А Аттила завоеватель, он полмира завоевал. Видите? Рога. Да, да. Как серия вот вистое. Здесь вообще очень, как бы, так это талантливо нарисовано. А вот тут техника, видите, другая совсем. Большой зверь на ногах. Тут техника выбивания. Ага. Выбивания. Так. Ну, вот это вот. Красавчика засниму. Инстаграмировал. Юр, спасибо огромное. Я... Мы только туда отошли, и через некоторое время, вот я на камеру сказала, что... Насколько ты умный, мудрый, как экскурсовод. Ты видишь, что мы могли там зависнуть на целый день, потому что вот здесь теряешь чувство времени, и вот какой-то идет, ну, внутренний трепет. Я не могу это сказать, объяснить, потому что вот какое-то что-то идет. И ты оставил на десерт эти руны, и пойдемте бегом, иначе они исчезнут. Понимаешь, ты нас оттуда вывел просто таким хитрым способом, потому что у нас впереди тоже еще много-много чего интересного, а здесь бы, я клянусь, мы бы зависли очень долго, надолго. Спасибо тебе огромное, правда. Что-то идет, я не знаю, что это идет. Повтори, что ты сказал. Повтори, что ты сказал. И тебе спасибо. Только полезная информация, только красота, только эмоции и энергетический подъем. Мы едем дальше. Впереди нас ждут необыкновенные, красивые места, приятные знакомства. Я с радостью делюсь увиденным с вами. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Спасибо огромное всем за поддержку. Ну а я монтирую следующий ролик. Субтитры сделал DimaTorzok